Она хочет любви и серьезных отношений. Слушай, я не понимаю. У меня такое ощущение, что секс со мной тебе не приносит никакого удовольствия. Я не понимаю, что я не так делаю. Да все так. Прости. Но способна ли она любить? Психосоматика. Другая медицина. Часто за жалобами пациентов нет истинной болезни тела. Через тело говорит душа. Через боль, кашель, тошноту, сонливость изливаются из души страхи, обиды, нереализованность и сомнения. Именно это врачи называют психосоматикой. И для того, чтобы помочь телу, нужно докопаться до той самой обиды, которая и стала началом болезни. Пациентка Яна Чижикова, 22 года. Жалобы на сильное внезапное онемение рук. По результатам обследования никакой патологии не выявлены. Практически здорово. Прием ведет семейный врач, доктор медицинских наук Илья Егоров. Илья Вадимович, у меня немеют руки. Бывает, что ничего удержать не могу. Давно это у вас? Даже не знаю. Раньше я как-то внимания не обращала. У мамы немеют руки, когда она мерзнет. Ну, сейчас это все как-то чаще и чаще происходит. Вот вчера, например, мы с мамой выбирали мне свадебное платье. Да. Какая же ты у меня красавица выросла. Кажется, совсем недавно сама себе свадебное платье выбирала. А теперь уже он. Дочь невесты. Мам, ну перестань. Я сейчас сама плакать начну. Не буду. Вот я так. От радости. За тебя. Платье-то как, пойдет? Тебе все пойдет. На свадьбе все балдеют. Особенно жених. Застежка неудобная. Сейчас застегну, а потом снять не смогу. Да не волнуйся. Муж расстегнет. Ян, что с тобой? Тебе нехорошо? Чего ты так обеднилась? Руки онемели. Вообще не чувствую. Да не волнуйся. Ты здесь просто холодно очень. А ты вон голой вся стоишь. Не волнуйся. Сладкая моя. Ну что, померим еще что-нибудь? Да нет, мне это нравится. Нравится? Да что думать, раз нравится, берем это. Прекрасное платье. Анемение может быть симптомом некоторых заболеваний. К примеру, если анемеют вот эти пальцы, то не исключено, что есть зажим корешков в шейно-грудном нервном сплетении. Нет, эти пальцы отдельно не имеют. А когда анемение наблюдается вот в оставшихся, вот в этих пальцах, то можно предположить, что это туннельный синдром. Ущемление нервных стволов лучше запястной области. Нет, эти тоже сами по себе не имеют. Ну вот, судя по всему, болезни рейно у вас тоже нет. У вас ведь не болят руки при анеме? Нет, я их просто не чувствую. Понимаете, я вам рассказал об этих симптомах, чтобы вы поверили, что ваше анемение, скорее всего, вызвано психоэмоциональными причинами. В этом случае анемение охватывает кисти целиком, причем обе сразу. Да, да, вот именно это и происходит. Судя по вашим анализам, никаких серьезных нарушений у вас нет. Значит, скорее всего, у вас конверсивное расстройство. Что это такое? Это опасно? Это означает, что какая-то подавленная эмоция или страх трансформируется в функциональное расстройство, вот анемение. Жизни это, конечно, не угрожает, но неприятные ощущения доставить может. Что с этим делать? С этим, правда, жить очень неудобно. Для начала нужно понять, какая именно эмоция выливается в анемение. Это что-то, о чем вы стараетесь не думать. Какие мысли вы гоните от себя? Вы знаете, я очень беспокоюсь за маму. Я ухожу замуж, а мой жених Максим живет в другом городе. С нами ехать она отказывается, и получается, что она остается совсем одна. А она и так после смерти папы чувствует себя одинокой. Сегодня только 53 исполнилось бы. Совсем не возраст для мужчины. Я помню, как мы раньше его день рождения отмечали. Столько гостей приходило. Каждый свой день рождения он дарил мне огромный букет желтых тюльпанов. Говорил спасибо за каждый год совместной жизни. А ты пирог с капустой пекла? Я так люблю. А давай сегодня испечем. Четыре года, как его уже нет, а я все никак не привыкну. Сама вот тюльпанов покупала. А давай я тебе буду в этот день тюльпанов покупать. Вот получается, что я свое счастье устраиваю, а маму бросаю. В чем причина вашего онемения, можете разобраться только вы сами. И когда я с этим разберусь, онеменее пройдет? Ну, не в одну секунду, конечно, но со временем обязательно пройдет. А чтобы быстрее прошло, надо физически укрепить свое тело, мышечный тонус повысить. Купите ракетку, как для большого тенниса, и мячик. И бейте об стену, как в сквоши. Пусть пять ударов правой рукой, пять ударов левой рукой. Это можно делать в любом дворе. Хорошо, я попробую. Но если вы не разберетесь со своей психоэмоциональной проблемой, онемения будет возвращаться. Стараюсь разобраться. Надеюсь, до свадьбы с этим справится. Ну, конечно, конечно. И пишите мне, пожалуйста, на e-mail, как будет меняться ваше состояние. Договорились? Хорошо. Максим, а почему ты все время в гостинице останавливаешься? Могли пожить у нас. Мама не против. Тебе руки такие холодные. Ну, чтоб я мерзну. Слушай, здесь совсем не холодно, а ты заворачиваешься в это одеяло, как будто хочешь спрятаться от меня. Ну, что же мне будет сделать, если я мерзну? Ну, давай я тебя согрею. Слушай, я не понимаю, что секс со мной тебе не приносит никакого удовольствия. Я не понимаю, что я не так делаю. Да все так. Прости. Может быть, мы еще просто не привыкли друг к другу. Или я не привыкла. Или я не привыкла. Или я не знаю, что я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. При любой степени нарушается кровообращение. Ткани и нервные волокна не получают достаточного количества кислорода и питательных веществ. Происходит атрофия мышц, нервов, а также частичное повреждение кровеносных сосудов. При психосоматическом онемении ситуация осложняется тем, что медикаментозные способы воздействия не срабатывают. Если ситуация с онемением будет запущена, это может вызвать необратимые изменения. Яна пишет о своих успехах, о женихе. Маму она не упоминает. И, возможно, причины ее конверсивного расстройства совсем не в страхе за мать и за ее одиночество. Значит, нам потребуется еще время, чтобы она сделала правильные выводы. Через несколько дней Яна вернулась домой значительно раньше, чем собиралась. Мам, у тебя все нормально? Мам! Ты не одна? Ты уже пришла? Так, правильно? А я думала, что ты позже будешь. Ты же вроде говорила, что Максим вернулся, что ты к нему поедешь. Яна, а что с тобой так? Что случилось? Ноги онемели. У меня уже почти все прошло. Я так обрадовалась. А тут вдруг ноги онемели. Просто не чувствовала их совсем. Улучшение было временное. Это могло произойти, потому что проблема, которая стала причиной онемения, временно исчезла из вашего поля зрения. Да, я ошибалась в причине. Я думала, это из-за мамы. А она одна не останется, я ее с любовником застала. Вы так говорите об этом, будто бы вам неприятно. Ну, ваша мама одинокая, свободная женщина. Достаточно закономерно, что у нее появился мужчина. Да ну я не против. Ну просто зачем это было скрывать? Как-то подло. Давайте проведем небольшой тест. Представьте, что этот лист обеденный стол. А вы накрываете его к семейному ужину. Нарисуйте, как вы расставите посуду. Вы накрыли стол на троих. А для кого третий набор? Для жениха? Нет. Я вообще-то про папу подумала. Про папу? То есть вы продолжаете жить так, будто ваш отец жив. Вы эмоционально не можете с ним расстаться, отпустить его. Вы видите вашу маму с другим мужчиной, и у вас немеют ноги. При чем здесь это? Папа здесь вообще ни при чем. Ну хорошо, допустим, отец здесь ни при чем. Тогда в чем дело? Просто я в тот вечер перепсиховала. Повернулся Максим. Я хотела с ним встретиться, приехала к нему в гостиницу. Привет. Привет. Проходи. Привет. 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 Я так соскучился у тебя. Очень хочу тебя. Ян, ну что опять не так? Ничего, просто у вас лифт сломался, и я на четвертый этаж пешком шла. Сейчас отдушусь. Я не могу так. То есть замуж за меня ты можешь идти, а спать со мной нет. Так получается? Да ну как ты не понимаешь. Я не могу так в этой гостинице, в этой чужой кровати, на этих чужих простынях. Я себя девкой по вызову чувствую. Да ну ты что, балдела что ли? Ну какая девка по вызову? У нас с тобой свадьба через месяц, понимаешь? Или что у тебя? Был опыт, да? Неприятные воспоминания? Не надо меня унижать. А я тебя не унижаю, это ты меня унижаешь. Ясно? Ян, ну прости. Я покричился. Извини меня, просто... Просто это очень унизительно, когда твоя любимая девушка не хочет с тобой спать, понимаешь? Ну это не так. То есть вы не испытываете к жениху сексуального влечения? Ну почему? Испытываю. Просто у меня в тот момент опять руки онемели. А я так глупо себя чувствую, когда они немеют прямо во время всего. Я даже Максима обнять не могу. То есть у вас происходит онемение рук во время близости? Ну оно в разных ситуациях происходит. А Максиму вы об этом говорили? Вы же могли бы ему объяснить, почему именно в этот момент не хотите заниматься любовью? Ну не знаю, как ты мог об этом сказать. А думают еще, что я какая-то больная. Вот представьте себе, что эта кукла ваш жених. Объясните ему, что с вами происходит. Почему возникают проблемы во время близости? Максим. Я тебя люблю. Но у меня немеют руки. Я не знаю, что еще сказать. Вам неприятен телесный контакт с вашим парнем? Нет, неправда. Я очень хочу с ним быть. Но как только вы остаетесь с ним наедине, у вас немеют руки. Он просто постоянно хочет затащить меня в постель. Только об этом и говорит. Я уже не знаю, любит ли он меня. Слушайте, ну вы собрались за него замуж. Это же нормально, что ваш жених хочет заниматься с вами любовью. А ваше тело как будто сопротивляется этому. Вот возникает онемение. Может, я поторопилась? Может, мне не надо замуж за Максима выходить? На этот вопрос только вы сами можете ответить. Вы должны разобраться в своих чувствах. Вы должны понять, какую эмоцию вы подавляете или скрываете от себя. А пока продолжайте упражнения. Они помогут облегчить симптомы. Но полностью устранить болезнь вы можете только, когда разберетесь с проблемой, которая вызывает онемение. Отчем вы прячетесь? В чем не признаетесь себе? Так о чем ты хотела поговорить? Ты, кстати, приглашение разослала? Максим, нам нужно с тобой расстаться. Мы друг к другу не подходим, и это с каждым днем все очевиднее. Ян, ты чего? Это из-за секса, что ли? Да дело не в этом. Просто мы друг к другу не подходим. Так бывает. Ян, скажи, я что, тебя как-то обидел? Ну, прости меня, Ян, прости. Ну, ты же понимаешь, что так не делается. Я уже ресторан заказал. Ты платье... Или что у тебя? Кто-то появился? Нет. Никого у меня нет. Но ты был прав. Я в постели с тобой ничего не чувствую. И я не смогу так жить. Ян. Я тебя возненавижу. Ян, у нас с тобой все будет хорошо. Мы со всем справимся, понимаешь? Я люблю тебя, ты любишь меня, Ян. Ян. Прошла неделя с того дня, как Яна рассталась с женихом. Он пытался до нее дозвониться, но Яна не отвечала на его звонки. Яночка, ну что ты еще дома сидишь, кислишь? Смотри, какая погода сказочная. Пойди, погуляй. Максим звонит. Тебе надо, чтобы я из дома ушла. Мужика своего привезти. Ян. Зачем ты так со мной? Я же о тебе беспокоюсь. Не надо за меня беспокоиться. Я сама о себе побеспокоюсь. Здравствуйте, доктор. Я рассталась с Максимом. Это сработало, а не менее больше нет. Вроде я должна радоваться, но такая пустота внутри. Просто жить не хочется. Даже не знаю, когда мне было лучше. Когда я была с Максимом, но у меня руки немели. Или теперь? Яна устранила ситуацию, в которой возникало онемение. Она больше не встречается со своим парнем, а стало быть, и секс временно ушел из ее жизни. Дело в том, что конверсионное расстройство, которое проявляется в виде онемения, это сигнал тела о том, что надо разблокировать какие-то эмоции, дать им выход. И тогда происходит так называемое эмоциональное половодие. То есть, если бы причины онемения у моей пациентки были бы в женихе, в неправильном выборе, то она бы чувствовала облегчение, расставшись с ним, а не пустоту. А раз так, значит, она неправильно определила природу своего состояния. Черт! Через несколько дней Яна случайно встретила Лешу в свою первую любовь. Она встречалась с этим парнем пять лет назад. Ну, стараюсь. Ты совсем не изменилась. Такая же красивая. Я тебя вспоминал часто. Спасибо. Красивая. Так вот неловкая какая-то. Все мячики растеряла. Да ты, наверное, бьешь неправильно. Давай я тебе покажу. Бери. Смотри. Вот так. Ага. Мяч. Давай вот так. Бросай. Тихо, тихо, тихо. Что? Аккуратно, аккуратно. Что случилось? Не знаю. Ног не чувствую. Давай, давай. Леш, не надо. Ты иди, а я посижу, отдохну, и все пройдет. Тихо, нет, я тебя такую не оставлю. Давай хотя бы до дома доведу. Вы знаете, я, наверное, зря с Максимом рассталась. Как вы мне советовали. Подождите, подождите. Я ничего вам такого не советовал. Я вам говорил, что вы должны разобраться с причиной своей проблемы. Что именно вызывает у вас онемение? Просто я думала, что все дело в нем. А недавно у меня и руки, и ноги онемели. И Макс тут совершенно ни при чем. А как это произошло? Я встретила своего первого парня. Дурацкая ситуация. Я к нему как-то случайно прижалась. Меня как током ударило. Я как будто вспомнила, как у нас с ним все было. И потом сразу онемение. То есть у вас случилось онемение после того, как вы вспомнили о сексе? Ну, получается так. Да брось ты этот телефон. Потом ответишь. Это папа. Мне надо домой. Успеешь ты домой. Всего полчаса, Ян. Леша, папа только выписали. Мама на сутках. Ян, полчаса. Тогда у нас все было нормально, а вчера, как только я к нему прикоснулась, сразу ноги онемели, и я их совсем не чувствовала. Ему пришлось меня до скамейки на себе тащить. Ваше тело как будто запрещает вам любые сексуальные переживания. Как только возникает ситуация, связанная с близостью, вы чувствуете онемение в конечностях. Вспомните, как это началось. После этой встречи, о которой вы мне сейчас рассказали, вы еще встречались с вашим парнем? Нет. Больше мы с Лешаном встречались. Дело в том, что когда я после этого вернулась домой, Папа. Поэтому я не могла больше с Лешей быть. Если бы я сразу поехала домой, я бы спасла папу, он бы не умер. Вы вините себя в смерти отца, это понятно. А потому вы поставили себе внутренний барьер на занятие любовью. И из-за этого барьера у вас возникает анимение конечности. Но я ведь правда виновата. Вы не волшебник, и вы не могли продлить его жизнь. Если ему было плохо, и он мог позвонить вам, то он смог бы позвонить и в скорую. Но он позвонил мне. А я была с Лешей, когда он умирал. Это простое стечение обстоятельств. И из-за этого вы не можете отпустить отца. Потому у вас и онемели ноги, когда вы застали мать другим мужчиной. Для вас это измена. По-вашему, мать изменяла отцу. И каждый раз, когда вы сами занимаетесь сексом, или даже думаете о нем, вы возвращаетесь в ситуацию, когда вы не поехали к отцу. Может быть, вы правы. Но если я приехала, я бы хотя бы с ним попрощалась. А я даже этого не сделала. Мам, мне нужно с тобой поговорить. Да, я понимаю. Просто я не хотела тебе говорить. Думала, что ты выйдешь замуж за Максима, а уедешь к нему. Ты о чем? Ну, о том, что ты видела. Да, у меня есть мужчина. Мы встречаемся с ним уже полгода. Просто я не хотела тебе говорить. Ну, не знала, как ты к этому отнесешься. Ну, из-за отца. Да я даже рада за тебя. Ну, если ты его любишь, будь с ним. Я не думаю, что папа хотел бы, чтобы ты до конца жизни о нем плакала. Ты не поняла. Я всегда буду плакать по нему. Но... Мам, ты живой человек. И не мне тебя осуждать. Я очень виновата перед папой. Яночка, солнышко. Ну, в чем же ты виновата-то? Отец он, наверное, так сильно тебя любил. Да, он меня любил. А я к нему не поехала. Он мне звонил тогда. А я не поехала. Я с Лешей была, поэтому папа умер. Яночка, доченька, это все же не так. Толик, он болел сильно. Его домой уже умирать отправили. Но это лечить было уже бесполезно. Мы просто решили тебе ничего не говорить. Но травмировать тебя не хотели. Ты меня просто успокаиваешь? Да нет же. Правда? Спасибо, мама. На следующий день Яне позвонил Алексею и попросил о встрече. Яна с радостью согласилась. Она больше не винила себя в смерти отца. Яна разобралась с причиной. И, значит, справилась с болезнью. Привет. Привет. Ян, знаешь, я извиниться хотел. Я, наверное, настойчив был в прошлый раз немного. Тебе, наверное, было неприятно. Ничего страшного. У меня уже все прошло. Правда? Ну, я рад. Знаешь, а... У меня ведь после тебя никого не было. Ну, тебе, наверное, это неинтересно. Ну, почему? Ну, может быть, очень даже интересно. Конверсионное расстройство довольно частое заболевание. Оно нередко проявляется в молодом возрасте и преимущественно у женщин, для которых характерна эмоциональная неустойчивость, особенно после сильного стресса. Симптомы конверсионного расстройства очень разнообразны. Это могут быть и двигательные нарушения, и дыхательные, могут снижаться или вообще пропадать слух и зрение. Однако не стоит списывать возникающие симптомы только лишь на стресс и ждать, что организм постепенно восстановится. Возможно, они являются проявлением какой-то другой серьезной болезни. Не тяните. Немедленно обратитесь к врачу. Продолжение следует...